Здравствуйте, Шаватова, Гуту-Вох, у нас хорошая неделя, у нас 103-й урок по Мишли, и мы находимся в 13-й главе. Сейчас я прочитаю по-русски 7-е и 8-е предложения, а потом на иврите и будем разбираться. «Иной выдает себя богатым, ничего не имея, другой неимущим при большом богатстве. Выкуп дышит человека богатство его, а бедный не слышит угрозы». Такое сочетание не очень понятное, и на русском, и на иврите, на самом деле, переведено, в общем, очень хорошо. И попробуем разбираться. «Еш миташер вээйн коль, митрашеш вэгон раф». Есть человек, который миташер, обогащает, у него выглядит как очень богатый, а у него нету коль, вообще нету. Митрашеш, раш – это слово бедняк, человек, который выглядит бедным, а на самом деле у него есть огромное количество. «Кофер нефиш – иш ашро, выкуп за душу человека, связан с его богатством. Вэраш – бедняк, ло шама гаара». Он не слышит угроз. Говорит Мальбим, что это всё значит. Мальбим объединяет эти два предложения вместе, поэтому я тоже их объединил, а у Гаона это отдельные комментарии. Мальбим говорит, что есть так, как выглядит на глаз человека, что он очень богатый человек, но после того, как ты немножечко проанализируешь ситуацию, что на самом деле происходит, оказывается, что у него ничего нет. И так иногда человек выглядит, что он очень бедный человек, и у него он обеднел, разорился, а на самом деле у него осталось множество всего. И это связано с тем, что понятие приобретения богатства – это не абсолютная вещь. Богатство – это не абсолютная вещь, говорит Мальбим. Но это киньян, который выглядит, то есть такая вот относительная вещь, скажем так. Как сказано, что человек говорит, вот мой дом, и вот это я приобрёл. И об этом пишет Нрамбов Маренову Хим, что то, что мы называем богатством, это человек, у которого есть много киньян. Он много чего накупил. А на самом деле это гевель медуме, ой, как хорошо стало, это пустота, суета, которая только выглядит таким богатством. Потому что нет на самом деле, на самом деле, бэймэд, амити, нет никакой связи с тем, что я купил, с тем, что мною приобретено, и мной. Что иногда человек может потерять всё богатство из-за каких-то плохих вещей, связанных с его жизнью. И во всяком случае, они, все эти богатства, уйдут и останутся другим после смерти этого человека. До тех пор, что он только богатеет в соответствии с тем, как это выглядит. А на самом деле у него нет ничего и не останется ничего. Потому что это не тот вид киньяна, я не знаю, как переводить слово киньян, приобретение. Это не то, что он приобрёл, то, что он приобретает материальные вещи, это не то, что прилеплено к его душе. Душа человека, она бессмертна, тело человека, она смертна. И есть киньоним, есть то, что он приобретает, что остаётся с ним всегда, поскольку это остаётся с его душой, и это прилеплено к его душе. Но человек, который тратит своё богатство на цдоку, хэсет, добрые дела, и покупает этим самым, он покупает шлеймут, целостность для своей души. Что это является главной частью человека, который живёт постоянно, и это постоянное настоящее богатство. Но человек, который беден в этом, то у него есть очень много чего хранится в мире душ. То есть человек, у которого он выглядит, как разорившийся человек, а на самом деле он потратил свои деньги на настоящее богатство, богатство, которое останется навеки в мире душ с ним. И это настоящее богатство, амити, и это гонницхи, и это то, что является множеством вечного. Вырав гадоль миот, и этого очень много. И дальше объясняет Шлома Амеллах, что кофер нефиш ишишаро, что богатство нужно для того, чтобы сделать выкуп своей души, имеется в виду. Икар-гаошер, главное, что связано с богатством, если он делает выкуп духовный для своей души. А если, например, если он даёт это беднякам для того, чтобы выкупить себя от гейнома, то в этом он преуспевает. Араш лоиша мегаара, но бедный человек, он не услышит упрёка. То есть он не будет гневаться, человек, у которого есть деньги, и он хочет сделать так, чтобы эти деньги пошли на выкуп его из гейнома, он не будет гневаться на бедняка, который приходит попросить у него денег, поскольку он понимает, что это он даёт ему жизнь в этом мире, и за это получает жизнь миру грядущим. И он даёт его, и он будет давать эту сдоку, давать свой ошер, своё богатство, бысимхараба, с большим счастьем, с большой радостью. Это то, как объясняет Мальбом. Таким образом, давайте сделаем краткий секунд, краткое объяснение. Мальбом идёт по пути такому более пшатному, а он будет идти совершенно по другому пути. Мальбом объясняет, что человек, у которого есть деньги, и он приобретает ещё и ещё и ещё фабрики, заводы, моря, пароходы, этот человек выглядит, естественно, богатым человеком, но при этом это богатство не является настоящим богатством, потому что настоящее богатство – это богатство, которое связано с вечностью. И он может это богатство разбазарить над сдоку и хорошие дела, и тогда у него останется результат этих денег. Он останется на Алла-Маба, на мир душ, и оно будет постоянно находиться с ним. Но если он его оставит вот так, как оно есть в фабрике, заводе и так далее, то когда он помрёт, окажется, что в мир истины он не возьмёт ничего. Поэтому есть то, что кажется богатством, а на самом деле, бээмэд, амити, это не является богатством. И ещё, что человек, который понимает, что богатство дано для того, чтобы выкупить свою душу, для цдоки, маосим, тавим, только я не имею в виду, что имеется в виду давка человека, который всё, что у него есть, разбазаривает над сдоку. Можно сделать, использовать богатство для цдоки и хороших дел, не разбазаривая всё, что у него есть, а используя, например, я не могу придумать какой-нибудь пример, дайте секундочку. Например, человек, у него есть определённая сумма денег, не фабрики, заводы, моря, пароходы, но есть какая-то сумма денег, и он хочет купить машину, автомобиль, скрипку и собаку-клякс. Вот ему нужна именно машина. Он может использовать эту машину для того, чтобы ездить, сократить себе время для поездки на какие-то медсводы, в том числе в Ешиву для того, чтобы учить Тору. Может использовать эту машину, ту же самую машину, той же марки, того же года выпуска. Может её использовать для того, чтобы ездить, делать какие-то глупости и так далее. Поэтому есть богатство, которое даёт Схара Мити, которое является настоящим богатством, и есть богатство, которое останется. Понятно, что после смерти человека его машина, самые лучшие марки, я не очень знаю марки, пусть будет Феррари, останется на земле, а он будет где-то в земле и внутрь земли. Он Феррари с собой не возьмёт, как понятно, а вот те схуёд, которые он приобрёл, благодаря тому, что он купил эту машину, они могут остаться вместе с ним, и он может на них хорошо заработать. И вторая часть пасука, которая говорит, что человек, который понимает, что богатство нужно для того, чтобы искупать свои грехи и не попасть в гейном, и он делает из своих денег дзодоквам Асим Тавим, то он сделает всё, что ему нужно, и тогда ему не будет неприятно бедняк, который к нему приходит просить вздоку, потому что он понимает, что бедняк ему делает настолько лучше и позитивнее, что он будет с радостью встречать этого человека, чтобы поделиться с ним деньгами, поскольку он понимает, что неизвестно, кто кому лучше делает сейчас, тем, что я даю или тем, что он берёт. Это Пшат Пумальбина. Гаон идёт по другому пути. А именно, пишет Гаон Ивина так. Есть человек, который выглядит богатым, а на самом деле у него ничего нет. То есть, имеется в виду, что он показывает себя, как большой богач, а у него нету ничего. А есть, который показывает, проявляется, как бедняк, а у него есть очень много. Речь идёт о том, кто показывает, выглядит бедняком, а у него есть много имущества. И то же самое с Торой. Есть человек, который показывает себя, что он Талмитхохом Гадоль, что он большой мудрец Торы, а на самом деле БМЭД всё гораздо хуже. А есть человек, который прибедняется, не выказывает свою Тору, не проявляет её на каждом углу и не кричит на каждом перекрёстке, и делает себя, как будто он не сильный знаток. Но на самом деле у него есть Гон Раф, у него есть много имущества. Я не помню, учили мы, то есть, говорил я об этом или нет, но в прошлой главе, в конце прошлой главы, в последнем предложении прошлой главы, Гагро мелким шрифтом написал, что такое Гон на иврите. Гон – это огромное количество, как Гон перевести на русский? Капитал? Гон – нет. Гон – это гамон, это множество, что-то такое. Но он объясняет, что это аббревиатура из трёх букв, Гэй, Ваф и Нун, которые означают, что Гэй – это хамиша, хамше, тара, пять книг Торы, Гэй – это гематрия числового значения пять, Ваф – это Ваф шеш, седрэ, мишна, четыре седрэ, мишны, и Нун – это пятьдесят ворот познания, которые существуют в мире, которые существуют в Торе. Говорили, наверное, мы на эту тему. И это то, что на самом деле понятие Гон и… Сейчас. Топ. Говорили, действительно. Тогда двинемся дальше. Так объясняет первый пасук Гаон. То есть Гаон переводит весь пасук из пшата, из денежных отношений в отношения Торы, и он вообще очень большую часть мишли переводит всё время, говорит вахенбатара, и то же самое с Торой, для того, чтобы человек понимал, каким образом учится Тора, для чего учится, как проявляется и так далее. Поскольку в общем комментарии Гаона относятся к мне и тара, к людям, которые постоянно учатся. Дальше. Говорит Шлома Меллах. Кофер нефиш ишишеро, вырашло ишмагара. Человек, который даёт выкуп за свою душу, это человек, который использует правильно своё богатство. А раш, бедняк, он не услышит, Гайрыл не услышит упрёка. Опять же, он идёт по совершенно другому пути, не по тому пути, по которому идёт Мальбин, и объясняет так, что иногда богатство даётся и сохраняется у человека для того, чтобы ему было плохо. Иногда Всевышний даёт человеку много денег, чтобы было плохо. Что поскольку он богат, то к нему приходят и хотят его убить. Самый простой пример. Все знают, что Вася Рабинович очень богат, поэтому к нему приходит некоторое количество бандитов для того, чтобы его застрелить, дабы взять это богатство. Или чтобы получить наследство. Разные варианты подробности у Агаты Кристи. Но Всевышний даёт человеку деньги для того, чтобы он выкупал себя и давал выкуп за свою душу и платил за свою душу деньгами. То есть, человеку остаётся богатство, чтобы когда к нему пришли и приставили пистолет к виску, он мог сказать, ребята, я заплачу 100 тысяч долларов, оставьте меня в покое. Это то, как он выкупает себя и свою жизнь. Это означает, что к нему приходит второй вариант этого, того же самого. Человек, у которого есть богатство. Всевышний приводит на него несчастье и сурим, страдания. О, страдания. И человек выкупает себя посредством денег. То есть, человек, к которому приходят страдания, то он начинает думать своим головой, сердцем и так далее о том, что надо бы как-то раскаяться. И человек приходит к тому, что он делает шу и выкупает, чтобы эти страдания ушли, он даёт дзлоку для того, чтобы страдания ушли. И таким образом он действительно может убрать страдания от себя путём давания дзлоки. Бедняк. Он не услышит гайра. Но человек, который бедный, и у него нет денег. Какодыш баругу Всевышний не приводит его к этим и сурим, к этим несчастьям, страданиям вообще. Потому что какой смысл? У него нечем выкупить себя. И не только он не приводит к нему эти и сурим, но даже никакой горы, никакого упрёка этот бедняк не чувствует. Но он сидит в шалве, в эшекете. Он сидит в тишине и в покое. Это первый комментарий, который даёт Гаон, что иногда деньги, которые есть у человека, это совсем не так хорошо, как человеку кажется. Потому что эти деньги даются для того, чтобы он, аль-едэ и сурим, мог избавиться из сурим. А человеку, у которого нет денег, ему понятно, что это не нравится. Но, тем не менее, это иногда оказывается очень хорошо, потому что благодаря тому, что их нету, к нему не приходит его ограбить. Раз. И два. Всевышний не приводит на него страдания, поскольку страдания приведены на богатого человека, чтобы он дал сдоку. А здесь это всё равно не поможет. Так какой смысл? Ещё один комментарий. Что такое кофер-нефеш? Что такое выкуп души? Что даже садик Гамур, даже стопроцентный садик, он должен пройти через гейном. Здесь есть такая вещь, которая приводит Гаон из Зохора. Есть Зохор, который говорит, что даже стопроцентные садики, они должны попасть туда, в гейном. И зачем им попасть туда, что даже в стопроцентном садике есть какие-то хьювим, какие-то вещи хьюва. Например, в любом человеке сегодня есть какой-то шемец, какая-то искра, эгеля, зоав, золотого тельца. В любом из нас, я не имею в виду нас в качестве садиким, но даже в любом из садиким находится кусочек греха, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. Поэтому для того, чтобы эти грехи, результат этих оверот ушел, ему нужно пройти через Таман, как говорит Зохор, то есть через гейном. И тогда они смогут выйти и вознестись, подняться значительно выше. Так написано в Тиконе и Зохор. Но если это садик, то зачем ему надо туда попасть, спрашивает Зохор. И отвечает, для того, чтобы выйти, вышла оттуда вся, каждая душа и душа, которые раздумывали, у которых были ергурим, датевуса, которые были ергурим, какие-то мысли нехорошие. И Раша в Хагике объясняет, что человек, который на ки даже от мысли, к чиз даже от мысли, туда не попадает, но таких людей не бывает. Поэтому любой праведник должен добраться до гейнома и пройти через него. Я не знаю, правда ли это. Я слышал это в качестве сипура, в качестве рассказов. Я очень люблю такие рассказы, но поскольку об этом сейчас идет речь. Он говорит, что любой праведник должен пройти через гейном. Пока. Сейчас он скажет, немножко добавит к этому. Я слышал от имени Рафштейномана, что он сказал, что в нашем поколении это ни одного человека, который не попадет в гейном. Его спросили, а вот Хазаныш. Он ответил, Бавадай. Безусловно, Хазаныш тоже попадет в гейном. Его спросили, а Гаон Мивильно. Он подумал и сказал, что это я не знаю. Но я не слышал это лично от Рафштейномана. Я немного от него лично слышал. И то он сбился и стал говорить со мной на идыше, поэтому я не все понял, мягко говоря. Поэтому я не знаю. Но Рафштейноман – это такая была несколько незурядная личность. В частности, когда он ходил к зубному врачу, он просил, чтобы ему не делали наркоза. Потому что он говорил, что в остальное время можно учить Торы, но зубного врача Торы не поучишь. Так пусть хотя бы будут какие-то страдания, чтобы немножечко поменьше гейного было. Это известная вещь, что это он делал. Наверное, это было очень давно, до возраста, ста с чем-то лет. Но, тем не менее. И вот Гагро пишет здесь. Местама Рафштейн именно из этого Гагро, из этого Зовара это и взял. Гагро приводит Зовар, который говорит, что любой правильник должен пройти через гейну. Но Гагро говорил про его поколение, про наше, про молчим и скромности. Так вот, говорит, Гаоне продолжает добавлять к Зовару одну вещь, что митсватав, митсвы, которые делают садик, они падин, они его спасают от этих мыслей, которые он сделал. И эти митсвот, левдот, это выкупать. Выкупает его, делает так, что гейном, он попадает в гейном, но гейном, над ним не властвует. Но человек, у которого были вещи, связанные с иниютом, с бедностью, этот человек никогда не услышит вообще о гейноме ничего. Скажи, пожалуйста, и Рубин здесь в пределах досягаемости, если можно. Я забыл, что мне понадобятся геморы. Одну секундочку. Гиммол, третий том. Ешерков. Есть гемора и Рубин, которая рассказывает на Дафе. В начале 4-го перика, дав мы малифом и бейт, есть гемора, которая говорит. Тану Рабонан, учили наши мудрецы. Три вещи, которые убирают человека Альда Атова, Альда Аткано. Из его Даатой, Даат Кано, Эл Уэн, это нам не нужно. Вот теперь следующее. Три вещи, три вида людей, у которых есть три проблемы, они не увидят гейнома. Они вообще не попадут в гейном. И вот эти три вещи. Первая. Дигдукэн ют, когда человек сильно страдал от бедности. Вторая. Холимяйн, человек, который болел кишечными заболеваниями. А есть, который говорит, также плохая жена, а другой человек говорит, что плохая жена нет, потому что ее митсва, ее лигареш, с ней развестись, поэтому если он не разводится, то сам дурак, поэтому он попадет в гейном все равно. А другой говорит, что иногда развестись надо, но очень большая ксуба, поэтому не получается. Ну вот здесь названы три вещи, о которых сказано, что человек, у которого были вот эти виды несчастья, он не попадает в гейном. Одна из них – это дигдукэн ют. Я понимаю, что дигдукэн ют – это не просто не хватало немножко денег на то, чтобы купить четвертую машину и шестую квартиру, поэтому он страдал от бедности. Я понимаю, что страдал от бедности дигдукэн ют – это бедность-бедность, нормальная бедность, не дай бог, о которой говорить. Так вот, человек, который попал в эту ситуацию, понятно, что все на него смотрят, и он сам страдает, и ничего хуже он придумать не может. Когда Гемора Басли рассказывает о страдании Иова, которая умерла 9-10 мальчиков и 10 девочек, он весь покрылся язвами, он весь страдал, так как невозможно представить, что… Говорит Гемора, но деньги у него оставались, он оставался богатым человеком, потому что бедность – это еще большее страдание, чем когда умирают 20 детей и так далее, и страдание кожных заболеваний. Это говорит Гемора. Поэтому здесь говорится про дигдукэн ют – это аниют, который Луа Лейну, не о нас быть сказано. Но человек, который оказался в этом аниюте, понятно, насколько он страдает и мучается, и кажется, что это, в общем-то, ничего хуже не представить. Но говорит Гемора, что этот человек не попадет, он не увидит гейнома, поскольку немножечко гейном был при жизни, так чуть-чуть, то поэтому он уже не увидит гейнома, он это прошел в этом мире, поэтому ему это не понадобится. Поэтому говорит здесь, что богатому человеку деньги даются для того, чтобы он их использовал, чтобы выплатить, заплатить, и ему, беднякам, дать дздоку этими деньгами. Дздок – это не обязательно бедняку, может быть, сделать какие-то митсвоты, я не знаю, купить серфертору, я не знаю что, купить книги для ишиф, все что угодно. Но этот человек, который свои деньги использует для того, чтобы сделать кофер, то он с помощью этих денег избавляется от гейнома. А бедный человек, ему гейном просто не светит, поскольку он уже прошел его немножечко здесь, поэтому говорит Гаон, что слова Шлома Меллах говорят, что непонятно, что лучше. То есть не непонятно, что лучше, а понятно, что лучше. Человеку кажется, что богатство – это так хорошо, но оно дано только для того, чтобы у него были возможности выкупить себя и не получить гейнома. А бедность так плохо, но после бедности гейнома не будет вообще. И просто здесь об этом не идет речь, но Гемора говорит, что Халэ Мяйн, человек, у которого болезнь кишечника, он тоже не увидит гейнома. Болезнь кишечника – это болезнь, которая, кроме того, что человеку больно и плохо, он все время выпускает газы, от него плохо пахнет и так далее. В связи с чем он, кроме всего прочего, испытывает жуткий стыд перед остальными людьми. И этот стыд, он как бы его сжигает и убирает те вещи, которые должен брать гейном после смерти. Это то, что говорит Гемора. Окей, думаю, что мы можем перейти постепенно к следующему пасуку. Мы видим, что Гаон, эти два пасука, идут совершенно по другому пути, не по тому, по которому ведет Мальбин, но Элла Ваэла Дивраэла Кимхайм. Следующий пасук говорит. Свет праведных сияет, светильник же нечестивых погаснет. Попытаемся разобраться, потому что перевод, который здесь дан, он не совсем дословный, как мне кажется. А может быть и да. Он говорит так, что... Сейчас, это какой? Вот. Нет, вот. Ор цадиким, свет праведных. Он и смах, он будет радоваться. ВНР, а свеча Рашовим, он... Это даст знание, едеэха. Даст знание, даст познание, даст понимание. Мальбин говорит так, что ор, свет, это эцемгаор. Кмор Гашемиш. Это настоящий свет. Свет, подобный свету солнца, который постоянно светит. И не нужно ему, этому светильнику, имеется в виду солнце, не нужно ни масло, ни фитиль. А НР, светильник, имеется в виду свечка, это то, что делается в миноре, делается в светильнике посредством масла и фитилей. Ор цадиким, их души, они светят постоянным светом, вечным светом. Как сказано, ор зароле цадик, свет сильный праведнику. ВН царих ЛНР, и он не нуждается в свече, которая является телом. Мальбин говорит о том, что душа человека, праведника, это свет, а свечка, это тело. Потому что душа, она духовная, и она существует вечно, в духовном свете Творца. И это будет постоянно радовать. Потому что любая вещь, которая кончается, она сама по себе связана с ацевутом, с грустью. Когда начинает становиться понятно и известно, что она кончится и пропадет. То есть любая вещь, которой мы знаем, что не есть конец, мы грустим по поводу этой вещи, и здесь нет постоянной радости. Но духовная вещь, она постоянная, она будет радовать всегда, безостановочно. Поскольку душа человека, она бессмертная, она будет находиться вот в этом постоянном свете. Поэтому этот постоянный духовный свет, поскольку мы знаем, что он вечен, в нем нет никакого шемица, никакой искры грусти. И это то, что написано. Ли шерер семха. Тем, которые постоянно радуются в сердце, у них находится семха. Семху баашем радуйтесь Всевышнему. Но рашоем, нечестивцы, их ор, их свет, их отслаха, их успех, они всегда материальные. И только в этом мире находятся. И все время, когда свеча и тела, как тела, фитиль, существуют, тогда есть этот свет. Имеется в виду, что вся жизнь нечестивцев – это жизнь телесная. Тело тоже может давать свет. Это свет, например, мецвод. Сейчас мы будем это в Гагро читать. Но, тем не менее, он связан с телом, он связан с какой-то материальностью. Фитиль, масло и так далее. И после того, как кончается масло и кончается фитиль, то свечка гаснет. И успех, он тоже проходит. И это относится к тому, что написано, что коферное, к предыдущему посылку, что выкуп души даёт богатство человека, которое нужно для того, чтобы оживить душу, которая будет постоянным светом, а не тело. И свечка, она даёт, Рацлаху даёт успех, только временный внутри тела. Но человек, который духовно, не телесно богат, у него не хватает, он не всё имеет. Человек, который богат духовно, имеет всё. Посмотрим, как этот же посылок объясняет Гаон Мивильно, немножко длинный здесь. Он говорит, что день называется светом, как сказано. И Всевышний назвал свет днём. Ла-ла-ма-ба, грядущий мир, он и есть понятие дня. Как сказали наши Хохамеи в Геморе Псохе, Алла-Мазе, а этот мир, в котором мы сейчас находимся, современный мир, он подобен ночи. И то, что светит ночью, это не дневной свет, это свет свечи. Цадиким, их главный свет, который они дают, это свет, который будет в Алла-Маба. Поскольку главная часть жизни цадиким, икор их существования, их суть, это мир грядущий. Рашо им. Их основное существование в этом мире. И это свечка. И поэтому сказано, ор цадиким Исамех, ор праведников будет Исамех, как это, радовать, веселить, что этот ор будет Итхадеш-тамит. Он будет постоянно, как это сказать, или Итхадеш, постоянно обновляться. Вот. Один момент. Здесь есть такой небольшой комментарий ученика вильнинского говно, рабе Минахи Менделя, который говорит, что сказано Исамех в единственном числе. Будет веселить сказанное в единственном числе. Имеется в виду, что постоянно этот свет, который идет снизу, он миштакек, он старается прилепиться к более верхнему свету, соединиться с более верхним светом. И это свет садиким. То, что они уже достигли, это тот свет, который будет радовать, поскольку он соединится с постоянным светом, поэтому он будет радовать на постоянно. То есть свет, который цадик достигает, праведник достигает в этом мире, он соединяется со светом грядущего мира, и это останется полный такой вот свет, который останется с ним навсегда. А свечка, которую делают Рошоем, которая есть у нечестивцев, Рошоем – их главная часть – этот мир, который подобен ночи. И также свеча – это телесная часть. Свеча соответствует телу. Здесь можно немножко указать, что нер, гематрия нер, свечка – это рамаха и верим, 248 органов человеческого тела плюс две руки. И об этом сказано Зохар, что две руки плюс 248 органов тела – это и есть нер, это и есть слово нер-свеча. Но эта свечка, она как бы известна, она постоянно. Имеется в виду, что их аламазе, он вот такой вот, что они делают много оверот своими телами. Это означает, что даже их тела, которые работают как свеча через мецвод, который они делают в этом мире, нечестивцы, я имею в виду, тем не менее у них нет постоянного света, который является душой вообще. Это свет, который у них есть, свет телесный, который временный всегда. И еще один комментарий. Гаон дает второй комментарий. Ор саддикими самах, ор праведников будет давать радость. Имеется в виду, что то, что ты сказала, что авейра, одно преступление, которое делает человек, она может в состоянии потушить митцву. Митцва – это нер, это свеча. И авейра, которая делает человек, она может погасить эту свечу. Но авейра не может погасить Тору. Поэтому цаддиким, которые занимаются постоянно Торой, у них свет очень большой, его очень много, и он постоянно прибавляется. И несмотря на то, что иногда даже праведники делают авейру, как сказано, что нету цаддика в мире, который ни разу не согрешил, но, тем не менее, эта авейра не может погасить Тору. Поэтому свет, о котором мы говорим, свет Торы, он принадлежит саддиким, он будет радовать их постоянно, потому что даже авейра не может его погасить. Но свеча, которая зажигает Рашоим, Рашоим они не занимаются Торой. Иногда они делают митцвот. Этот митцвот называется нер, свечка. Как сказано, кинер митцва, что свечка – это митцва. Но нер Рашоим, он не в состоянии гореть вечно, потому что авейра, которая делает Раша, он гасит эту митцву. Есть Мишина в трактате Перкеавод, которая говорит, что человек, на которого пришли какие-то несчастья, он должен заняться тем, что ифашвешбамасав, он должен исследовать свои поступки. Исследовать, есть ли у него какая-то авейра, за которую пришло наказание. Не нашёл, говорит Геморов Брохос, я ошибся, это не Мишина в Перкеавод, Мишина в Перкеавод очень похожая, но это Геморов Брохот. Которая говорит, исследовал, не нашёл ни одной авейры, то титлэль битль Торо. Подвесь, что это произошло из-за того, что плохо учил Торо. И Майораль из Праги в Перкеавод задаёт вопрос. Гемора красивая, понятная, поискал, не нашёл оверот, значит, знаешь, что есть битль Торо, значит, из-за неё ты страдаешь. Майораль из Праги задаёт вопрос, а зачем надо исследовать свои поступки? Если ты знаешь, что есть битль Торо, что надо искать? Возьми сразу же и знай, что это за битль Торо. Отвечает Майораль, что Рашу в Брохос уже не сгар, уже ожидал этого вопроса и ответил на этот вопрос. Майораль расшифровывает Перуш-Раш, Рашу пишет гораздо короче, Майораль, как обычно пишет, очень длинно. И Майораль объясняет, что каждая, есть несколько... А, стоп, не Майораль. Рафхайм из Воложиня, в Перехайвод, в книжке Руахайм объясняет. Он говорит, что каждая авера, которая делает человек, и каждая митсва, которая делает человек, она соответствует одному из органов человеческого тела. Как мы только что читали из Охара, что существует у человека две руки, которыми в основном делается митсвот, и всё остальное, 248 органов человеческого тела, 2 плюс 248, это примерно 250, это гематрия, числовое значение слова нер. Поэтому митсвот человека соответствует тем свечкам, которые он зажигает. Причём каждый из митсвот соответствует какому-то конкретному органу человеческого тела и соответствует каким-то конкретным видам и сурим несчастья, страданий, которые приходят на человека. Поэтому, поскольку Всевышний всегда наказывает мера за меру, меда киногат меда, то поэтому, когда у человека есть и сурим, есть несчастье, есть страдания, то он должен понять, чему соответствуют эти страдания, какой авейре соответствуют эти страдания. Я не смогу ответить на вопрос, я могу примеры привести, но не смогу ответить на вопрос каждый раз, чему соответствует какое страдание. Я думаю, что в наше время на этот вопрос никто не ответит, а если кто-то ответит, то боюсь, что лучше его не слушать. Но, тем не менее, понятно, что какая-то связь между страданиями человека и авиэрой, которую он сделал, можно увидеть, как это работает, мера за меру. Поэтому человек в первую очередь должен исследовать те страдания, которые они пришли. Соответствуют ли они тем авиэрот, который он сделал? Если не соответствуют, видно, что этого соответствия нет. Ну, грубо говоря, когда у человека нужно делать какую-то операцию на глаз, то это может быть связано с тем, что он смотрел туда, куда не надо смотреть. Если у него вдруг очень сильно болит ухо, то, может быть, это связано с тем, что он слушал Лошенгору. Я привёл какие-то два примера. Таких примеров можно привести бесконечность. Но понятно, что когда настоящие страдания приходят, понять, из-за чего они пришли, это очень тяжело. Но, тем не менее, когда человек исследует страдания, которые на него пришли, и видит, что они никак не связаны с теми авиэрот, которые он сделал, то тогда он должен это литлот подвесить на Битуль Тойра. Потому что Битуль Тойра, то есть, когда он мог учить Тора, а не учил, а занимался Майл Судурью, то это ситуация, которая связана со всем телом человека, поэтому любые ссури могут быть связаны с Битуль Тойра. Но первое, что человек должен сделать, он должен исследовать, есть ли какая-то прямая связь, мера за мерами, так и на Гатмеда, с теми иссурин, с теми страданиями, которые он получил. Если он их находит, то тикун исправления, которые он должен сделать, это связано с теми митцвод, которые связаны с этими органами. Понятно. Например, за Битуль Тойра, лимут Тойра, изучение Тора за то, что плохо учился, хорошая учёба, за то, что смотрел куда-то, куда не надо смотреть, надо исправлять глазами, смотреть то, куда надо смотреть, например, в ту же книгу Торы и так далее. И многие другие вещи, которые мы сразу можем увидеть, как исправлять. Но если ты ничего не нашёл, цитле аль Битуль Тойра, подвесь под Битуль Тойра, поскольку Битуль Тойра, это всегда работает мера за меру, поэтому с помощью Талмуд Тойра, изучения Тора, ты можешь исправить все оверот. Это то, о чём говорит Шлама Амеллах, и Руаха Хаим приводит, если я правильно помню, приводит этот пасук из Мишли, который говорит, что здесь написано, что Ор Цадик и Месамах, свет праведников, имеется в виду, второй пируш Гагро, что свет изучения Тора, он будет постоянно радовать, поскольку даже авейра, которая сделана, она не может погасить свет Тора, а свет Тора может убрать результат авейры. С митсвот, Рашоим, это те, кто делают митсвот поиногдам, по чуть-чуть, чтобы не сильно утрудиться, то они, даже если они сделали митсву, авейра, которая соответствует этому органу, кенегит этой митсвы, она гасит эту митсву. Но, говорит Руах Хаим, что если авейра была совершенно из одной области, а митсвы из другой, то у него останется авейра без изменений и митсву без изменений, они не сокращают друг друга. Сокращение происходит только в тот момент, когда это соответствует этому органу, какому-то одному направлению. Это я добавляю, поскольку Раф Хаим Воложенер – это ученик Гаона Мивильна, то я добавляю его в комментарий, который написал Руах Хаим на перке вот, который явно связан с этим пирушем Гаона, который здесь есть. Теперь я хотел остановиться ещё на одной вещи, поскольку у меня вроде как хватает на это времени. Здесь Шлом Амеллах вводит нас в такую непонятную субью. Он говорит «Ор цадиким и самех». Свет, который даётся праведникам, который дают праведники, не знаю, как это сказать, он должен привести к понятию симхи, к понятию радости. Я хотел остановиться на этом понятии, поскольку сегодня популярные всякие песни вошли в народ Израиля, или я имею в виду религиозный, митцвы к доле льёт бы симха, большая митцва радоваться и так далее. То я хотел на этом немножечко остановиться, поскольку мы подходим к этому. Это иньян и да йома, это вопрос сегодняшнего дня. И Гаон вводит нас в эту субью, и Шлом Амеллах фактически вводит нас в этот кусочек. Поэтому давайте остановимся. Говорит Гемора в трактате Таанит. «Мишених нас ав, с того момента, как пришёл месяц ав, мимо отимбы симха. Мы должны уменьшить немножечко симху. Радости должны стать меньше. С того момента, когда приходит Адар, марбимба симха. Мы увеличиваем симху. Эта радость должна быть увеличена. Это известные две Геморы, и много шуток на эту тему. И дети в хедерах и в школах бейт-иаков в Рошхо-де-Шап надевают какие-то маскарадные одежды, делают всякие глупости и так далее для того, чтобы увеличить симху. И вот понятие симхи – это понятие, которое на самом деле, симха, цхок, смех, радость – это понятие, которое на самом деле не совсем понятно. Про Всевышнего написано, что Всевышний мисахек. Он играет, он смеется, играет в Левиатана. Какие-то тоже непонятные вещи, которые сказаны о том, что в третьем часу Всевышний занимается торой Стенокотбейтрабан в Ганедане, с детьми в Ганедане, а в четвертом он занимается тем, что играет в Левиатана и веселится в Левиатана. Что это значит, мы вряд ли сейчас будем обсуждать. Кроме Всевышнего, поскольку человек создан тоже по образу и подобию Всевышнего, то кроме Всевышнего радоваться и веселиться может только человек. Мы никогда не слышали, чтобы собака, кошка и так далее, они могут играть. Но чтобы был процесс такой симхи и так далее, цхока, смеха у животных, их нет. Оно есть у человека. С чем это связано? Над чем обычно человек смеется? Самый нормальный такой стандартный смех, анекдот, какое-то представление, когда клоун какой-то глупо сделает и так далее. Нормальная реакция человека с относительно нормальным чувством юмора, что он начинает смеяться. Причем иногда начинаешь смеяться над какими-то совершенно непонятными вещами. Кто-то идет по улице, спотыкается, падает. Большая часть людей стандартная реакция, это очень смешно, все начинают улыбаться. Кто-то сразу после этого подает руку, помогает встать и так далее. Но первая реакция – это смех. И смех как таковой, смех, улыбка и так далее – это вещь, которую надо проанализировать, с чем она связана. Возьмем для примера, проанализируем анекдот. Причем я не буду рассказывать анекдотов, вы знаете примерно, что это такое. Большая часть анекдотов вызывает смех, потому что начинаешь что-то рассказывать, и вдруг концовка совершенно неожиданно, непредсказуемая, какая-то совершенно другую тему, чем планировалась. Я не знаю, ну, на игре слов, которые много анекдотов про Штирлица, в окно дуло, Штирлиц закрыл окно, дуло исчезло. И так далее. Любая какая-то шутка, которая очень известная, суть шутки состоит в том, что что-то непредсказуемое, что-то неожиданное происходит. Поэтому настоящий смех – это тот смех, который происходит что-то, что нелогично, что-то, что противоречит. В Торе у нас есть единственный персонаж, я извиняюсь, Ветхого Завета, который так и называется словом «смех». Это Ицхак. Ицхак, который назван, он будет смеяться. Сама суть Ицхака. Человек, который назван в честь будущего смеха. И надо понять, что такое Ицхак, и тогда понять, что такое смех, и понять, что означает, что в Адар мы должны увеличить радость, а в месяцах уменьшить радость. Естественно, меня сегодня больше интересует Адар, потому что расходы через несколько дней. И тогда понятно, что означает смех праведников приведет к веселью. Он сделает веселье. Что имеет в виду Шлома Амеллах? Что такое веселье? Я думаю, что, в общем, более или менее понятно, хотя я это оговариваю, что Шлома Амеллах, называя, говоря, что смех праведников приведет к веселью, не имеет в виду то веселье, которое происходит в тот момент, когда человек, переходящий улицу, вдруг поскользнулся и упал, и как-то смешно что-то такое сделал, и все начинают смеяться над этим падением. Особенно, например, упал в сугроб, действительно очень весело и так далее. Ничего страшного не произошло, но смешно. Понятно, что Цхок, о котором он говорит, Симха и Цхок – это одно и то же. То, о чем говорит Шлома Амеллах, и то, как назван Цхок, – это что-то другое. Поэтому давайте попытаемся разобраться, что такое Цхок Авину, и тогда поймем, что такое смех, который имеет в виду Тора. Цхок – это человек, который по определению своему противоречит понятию того, что он существует. Цхок не мог родиться вообще. Про Сару сказано, что Сара, она была Эйнла-Влад, объясняет Раша, что значит, переведу, нет у нее потомства. Объясняет Раша, что у нее не было Бейда-Влад, у нее не было матки, того органа, из которого может родиться Цхок. Так, Авраам, он по определению не мог родить, чего у него не было и почему он не мог родить, это отдельная история, что такое Тунтум, я не буду сейчас входить. Но у Авраама не мог родиться ребенок раз, у Сары не мог родиться ребенок два. Авраам говорит Гемора в трактате Шаббат, Раша приводит Хумаш, я не уверен, что это в трактате Шаббат, по-моему, это в другом месте. Медра Шраба, Вадай такой есть, Раша его приводит. Авраам говорит Всевышнему, что какую награду ты можешь мне дать, а вот прямо наши Мишли, я сейчас сообразил, я не думал, что я на эту тему буду говорить, прямо предыдущий посуд Мишли. Какую награду ты мне можешь дать Всевышний? Все материальные блага, которые ты дашь, кто и унаследует, и унаследует мой раб Элеезер. У меня нет детей, поэтому все духовное богатство и все материальное богатство с собой я не унесу. И что ты мне можешь дать, что ты мне обещаешь, что у меня будет много всего? Отвечает ему Всевышний, нет, не унаследует Элеезер, у тебя родится сын, и он тебя унаследует. Говорит Авраам, что я посмотрел на звезды, и звезды показывают, что у Авраама и Сарай не могут быть детей. Говорит дальше Пасук, и вывел его наружу, Всевышний вывел Авраама наружу, и сказал, посчитай, это уже Медраж, сказал, посчитай звезды, так же, как ты не можешь сосчитать звезды, так же несчастливо будет твое потомство. Имеется в виду, он вывел его наружу за пределы управления звездами, и сказал, что что ты видишь? Ты видишь, что Марс находится в таком-то месте, поэтому у тебя не будет детей. А мне ничего не стоит переместить Марс с запада на восток за одну секунду, и сделать так, чтобы влияние звезд было совершенно другое, и вообще вывести тебя за предел звезд. Звезды, судьба Израиля не зависит от звезд, мы это уже обсуждали. И поэтому у тебя родятся дети. И рождение Ицхака у Авраама и Сары, уже не Авраам и Сарай, а Авраам и Сара. Рождение сына – это была вещь, которая противоречит всем законам природы. Звезды были против, органов родов не было у Сары, и так далее, и так далее. Тем не менее, Всевышний перевернул все, и рождается Ицхак. Продолжаем исследовать жизнь Ицхака, личную жизнь Ицхака. В тот момент, когда произошло Акидат Ицхак, когда Ицхак был принесен на жертвенник, его связали, Авраам его связал, положил на жертвенник, и протянул руку для того, чтобы его зарезать. В тот момент, когда Авраам протянул нож Шхиты, чтобы зарезать Ицхака, говорит Медраж, что в этот момент душа покинула Ицхака, и Ицхак умер в этот момент. И произошло, я замысим, воскрешение, нет, оживление мертвых. Ицхак вернулся, и сейчас мы немножечко обсудим, что это значит. Есть такая гимора в трактате Шаббас. Думаю, что да, в самый гимал, но 100% не гарантирую. Гимора в трактате Шаббас, которая говорит, что в будущем Всевышний спросит Авраама. И скажет, Авраам, посмотри, Банейха Хату, твои сыновья, Амисреэль, согрешили. Ответит Авраам, Тимхокат Амисефрейха, убери, сотри их из этого мира. Пойдет Всевышний к Иакову. Что такое пойдет Всевышний к Иакову, я не знаю, но обратится к Иакову. Поскольку у Иакову был царь Гидульбаним, у него было 12 детей плюс дочки, ему было тяжело их воспитывать, в отличие от Авраама, у которого было значительно меньше. Он решил, Всевышний, что может быть, и Иаков, которого так тяжело было воспитывать детей, он будет молиться о маме Сраэле. Спросит Иакова, твои сыновья, Банейха Хату, твои сыновья согрешили. Отвечает Иаков, Тимхокат Амисефрейха, убери их из книги. Скажет Всевышний, не в стариках жалость и не в молодых мудрость. Пойдет к Ицхаку и скажет, твои сыновья согрешили. Ответит Ицхак, Банейха Вало Банай, когда Амисефрейль, твои сыновья, а не мои сыновья, ты обвиняешь, что мои сыновья, сыновей Ицхака согрешили, они не твои сыновья Всевышний. Когда они стояли у горы Сина и сказали, сделаем и услышим, то ты дал им по две короны и сказал, что Бни Бахари Исраэль, сын мой, мой первенец Исраэль. Теперь, когда они согрешили, это уже не твои дети, а мои дети, давай распределим обязанности, говорит Ицхак. Совершенно непонятная гемора. Ицхак говорит Всевышнему, давай рассмотрим, сколько могли грехов совершить Амисраэль. Человек живет грубо 70 лет. До 13 лет, на самом деле до 20, он не получает наказание. Остается 50 лет. Из этих 50 лет, примерно половину времени он проводит во сне. Остается 25 лет. Из этих 25 лет, часть времени он делает митцвот, и в это время нету авиарот. Остается, скажем, я не помню цифры, сейчас гемора нету перед глазами, а цифры я не помню. Скажем, остается у него, у них остается 15 лет жизни. Из этих 15 лет жизни, часть времени они зарабатывают, кушают, едят, ходят в туалет и не делают никаких авиарот. Остается 8 лет авиарот, который сделал человек подряд в своей жизни. Половину я беру на себя, половину ты возьми на себя. А если ты, Всевышний, не согласен, то все на меня. Всевышний похвалит Ицхака и простит народ Израиля. Это то, что написано в этой геморе. Гемора абсолютно непонятно, поскольку Ицхак – это мера суда. Это не мера милосердия. Мера милосердия – это Яков. Мера абсолютного добра – это Авраам. Ицхак – это мера стопроцентного суда. То есть, его диалог со Всевышним состоит в том, что Амисраэль, Альпидзин, по закону, достойно остаться существовать. И Ицхак берет все на себя. Это значит, что Ицхак говорит, то, что я находился на жертвеннике, я умер и был оживлен. Это то, что дает право на оживление народа Израиля, на их ткиазомейсик, на их оживление с мертвых. Это таана Ицхака, это требование Ицхака. И давайте немножечко поймем эту таану хотя бы как-то. Настолько, насколько это возможно, можно понять. Ицхака Вину, который лежал на жертвеннике, он умер. Ицхака в этом мире больше нет. Когда Всевышний его оживил и привел его обратно в мир, он привел другого Ицхака. Не того Ицхака, которого клали на жертвенник, а Ицхака, который уже в Алам-Аббах, в грядущем мире. Он находится в этом мире, но это другая душа, другой Ицхака Вину. Он рожает детей, он воспитывает, он двигается и так далее. Но он уже относится не к Алам-Азе, а к Алам-Аббах, поэтому во втором лице уже Ицхак никогда не называется. Он называется только в третьем лице, с этой секунды времени, в Хумаше. Ицхака – это совершенно новая какая-то брия, новое создание, создание, которое всё находится в Алам-Аббах. Поэтому даже его имя, которое было дано заранее, оно называется «Он будет смеяться». Смех – нормальное состояние смеха. Это смех – это состояние Алам-Аббах, состояние грядущего мира. Поскольку только там есть настоящая радость, здесь радости, настоящей радости быть не может. И в связи с тем, что мы обсудили с вами, что смех, который возникает у человека, это смех, когда происходит что-то совершенно непредсказуемое, совершенно противоречащее природе, непонятное. Вдруг полное изменение. Я ждал одного, а происходит что-то другое. Это и есть Тхиаза Мэйсен. Это и есть оживление из мёртвых. Оно противоречит здравому смыслу. Оно абсолютно непонятно. Ну, а Кодыш Борову так зарядил этот мир, когда всё вдруг перейдёт совершенно в новый этап. Шло вот так вот плохо-плохо-плохо, как идёт в этом мире. И вдруг раз, и всё переворачивается, и становится совершенно иначе. Это то, что пели. Мы поём Ширгамолот, но это пели левиты в Бавиле, когда они пели Ширгамолот, который мы поём или говорим, я говорю, чтобы не мешать окружающим жить, перед Берхадом Азоном. «Аз емелос хок пину». Тогда наполнятся наши уста. «Аз емелос хок пину». С хоком, весельем, радостью наполнятся наши уста. Говорит Рейшлакеш, запрещено человеку в этом мире, я не знаю, как это привести, чтобы его уста наполнились радостью в этом мире. Переведём вольным литературным переводом. Хорошо, что мне книги не надо писать. Нельзя человеку ржать, как лошадь в этом мире. Веселиться стопроцентным весельем в этом мире запрещено. Улыбаться можно, подсмеиваться можно, анекдоты можно рассказывать. А вот настоящая семха не может быть. «Шинаамар», как сказано, «аз емелос хок пину». Тогда будет настоящая радость. Настоящая радость – это вот этот переход между Алла-Мазе и Алла-Маба. Переход, который противоречит неожиданный, непонятный, который как-то не входит в мгаллах. Как в анекдоте, когда мы ждём чего-то одного, происходит что-то совершенно непредсказуемое, и все начинают смеяться и улыбаться. Это настоящий цхок, настоящая радость. Когда вот непредсказуемый переход. Что такое этот переход? Переход от Алла-Мазы и Алла-Маба. Когда входит месяц Аф, мы удаляемся от этого как можно дальше. Потому что разрушается храм, близость ко всемышнему ушла. Поэтому в этот момент нам надо лимаэтба семха, уменьшить семху. В тот момент, когда приходит Адар, месяц Адар, это месяц, когда мы надеваем карнавальные костюмы, но я сейчас не буду объяснять, как связаны карнавальные костюмы с месяц Адар, это отдельный разговор, но главное, что произошло в месяц Адар, мы приняли Тору ещё раз. Принятие Тору, миагава, из любви, которое произошло во время Амана, когда Амисраэль в Экиблу и Иудим написано Блеф и Хат, в одном сердце они приняли Тору. Это принятие Тору спасло весь Амисраэль. То, что шло во время Адара, когда должны были все погибнуть по всем законам природы и так далее, и вдруг перевернулось в Инафагу, полный переход, когда мы поём песню в Инафагу, песня из Магелла Тестер, вот этот переворот совершенно внешне неожиданный, непредвиденный, но замысленный Всевышним, когда он становится понятным, это и есть радость. Поэтому, когда приходит месяц Адар, мы марбим Басимха, а Симха должна увеличиваться. Теперь вернёмся к нашему посуку и видим, что именно это имеет в виду Шлома Амеллах. Я просто решил это связать с Адаром, поскольку мы входим в Адар, но именно об этом говорит Шлома Амеллах. Он говорит, ор цадиким и самах, радость, которая, свет, который есть у Садиким, он приведёт к настоящей Симхе, он будет радоваться. Симха – это проявление Алам Абба, говорит Гаон, что ор цадиким и самах, говорит Гаон, я возвращаюсь. Ём – это ор, день – это свет. С Ёмом называется Алам Абба, ночью называется Алам Азе. Поэтому свет с Адиким – это то, что соединяет нас с Алам Абба, и он приведёт к понятию Симхи. И это то, о чём мы говорим, Миша Нихна Содер, марбим Басимха. Симха должна быть постоянно в этом мире, иначе бы не сказали, ваф надо ли маэт, а вадар надо ли работ, ваф надо уменьшить, вадар надо увеличить, потому что Симха есть постоянная. Но эта Симха – это и есть вот этот ор праведников, который благодаря их митсвот и их торе соединяет нас с Алам Абба, и мы понимаем, что в тот момент, когда мы находимся там, где мы находимся сейчас, то у нас есть некое соединение, некоторые контакты, которые есть вот сейчас в Салам Абба. И это Симха. Теперь я хочу ещё один момент заострить на нём внимание. Когда Искак Абину обращается к Всевышнему и говорит, «Ты называешь их твоими сыновьями, боней хохоту, твои сыновья Искак согрешили, когда они стояли у горы Синай и приняли на себя и сказали на Асэвани Шма, «Ты сказал бхори, бни бхори Исраэль, сын мой, мой первенец Исраэль». А сейчас ты называешь их не твоими, а моими сыновьями? Что произошло в тот момент, когда Амь Исраэль сказали на Асэвани Шма? Я думаю, что все, кто впервые знакомится с Хумашем, много раз слышали на эту тему в Драшот, что спустились 1 миллион 200 тысяч ангелов, и каждому из евреев дали по одной короне на голову. Одну кинагат на Асэ, другую кинагатни Шма. И эти две короны, что такое кета? Что такое корона, в принципе? Такое не совсем понятное сооружение, которое надевается на голову. В принципе, это знак власти, знак Малхута, царства. Что такое знак Малхута? Я имею в виду сейчас царство не то, что какой-то там, я не знаю, как их звали, Владимир Красный Солнышко или Князь Игорь напяли на себя корону. Я сейчас говорю о коронах, которые дают ангелы. Они дают корону, которая соединяет человека, который её надел, то есть весь Амисраэль, с медой, с качеством, которое называется Медат Малхус Всевышнего, с сферой, которая называется Царство Всевышнего, Творца. То есть корона, она находится над головой человека. Голова кончается, и что-то сверху, которое идёт над ней, и соединяет нас с тем, что находится наверху. Человек – это, в общем, кроме змея, которой теперь уже тоже нет, человек – это единственное вертикальное творение из тех творений, которые есть, потому что он должен снизу вверх землю соединить с Творцом, со всеми сферот, со всеми качествами Всевышнего, которые раскрываются. Корона находится над человеком. Она выше, чем он. Она является соединяющим началом. Я не знаю, как выглядели эти короны, которые ангелы надели на людей. Думаю, что не выглядели никак. Что материально их видеть было невозможно, и во всяком случае абсолютно не нужно. Но когда они были надеты на голову Амисраэля, то Амисраэль получил какой-то новый контакт, новый двейкут, новое соединение с Творцом. И вот прошло 40 дней, а если точно 39, Амисраэль делает золотого тельца. И эти короны приходят 1200 малахей, миллион 200 тысяч малахей-хабала, миллион 200 тысяч ангелов, зла я не знаю, как их назвать, ангелов разрушения, и снимают эти короны с Амисраэля. Что-то от этих коронов у нас осталось или нет? Что-нибудь. Говорит Медражда. Каждый шаббат, человеку, который соблюдает шаббат, возвращаются эти две короны. Только они остались невидными, что гораздо хуже мы их не чувствуем. Это более проблематично. Но эти две короны возвращаются любому еврею, который соблюдает шаббат. То есть, ему возвращается состояние двикута, состояние соединения со Всевышним, которое возрастает. Я не думаю, что оно возвращает до того уровня, которое было на горе Синай, но тем не менее, ему что-то прибавляется к этой двикуте. И это симхас шаббас, симхас емтов, радость шаббата и емтова, поскольку настоящее симха – это соединение, которое должно произойти против всех законов природы, против всей логики, которую мы видим, и перевернуть все это, и сделать в инафах, которое происходит. Поэтому каждый шаббат есть какой-то онек шаббас, мы должны отдыхать в шаббат, мы должны веселиться в шаббат, петь замирот в шаббат, каждый по-разному. И так далее. И то же самое в емтов. И это то, что осталось от нас, и то, что Исхак сказал, что, Всевышний, ты ведь назвал его «Мни, Бахаре, Исраэль», мой первенец, мой сын Израиль, дал им две короны, и часть этих корон остается с ними навсегда, поэтому, то есть шаббатная часть корон, поэтому, Всевышний, это твои дети тоже, поэтому давай мы разделим Альпидин по закону, а не заслуживает Тхиаза Мейсим, поскольку этот Тхиаза Мейсим воскрешение оживления из мертвых уже вошло в мир во время жертвоприношения Исхака. Давайте попытаемся, хотя у меня такое сильное впечатление, что я не успеваю в следующий пасук, но, тем не менее, хотя бы попытаемся его прочитать. Десятый пасук говорит, «От высокомерия только раздор происходит, а у советующих мудрость». Говорит Гаон Мивильно, попытаемся все-таки его прочитать. Это относится к тому, о чем мы говорили раньше, в девятом пасуке. Там, где сказано, что свет праведников будет радовать, что это Тора, как я объяснил в одном из перушим, говорит Гаон. Но сейчас только тот, кто учится без адон специально, что такое задон? Мезет. Мезет – это авейра, которая делается специально, чтобы сделать авейру. Как можно учиться без адон специально? Имеется в виду человек, который учит Тору для того, чтобы обвинить, показать неправильность этой Торы, поставить на нее какие-то трудности. Этот человек, про него сказано, Итен Маца. Поскольку он хочет только постоянной ссоры, постоянной склоки, склоки со Всевышним Сторой, то он этого достигает. В «эт наацим хохма», а у других людей останется хохма. Как перевести «эт наацим хохма»? Он говорит советующий. Наацима слово «этца». А те, кто советуются Сторой, у них останется мудрость. Но человек, который хочет понять истинность Торы, настоящую мудрость, он должен постоянно советоваться с любыми людьми и спрашивать их мнение, как сказано в Перкеавод, кто такой мудрец, тот, который учится любого человека. И это сказано. Те, кто советуются, имеется в виду, с теми, кто советуются, с ними всегда пребывает мудрость Торы. То есть Гаун Мивильна считает, что это продолжение предыдущего пасука. И он говорит так, что после того, как мы сказали, что свет праведников будет освещать всё, имеется в виду, что есть люди, которые занимаются Торой для того, чтобы не сдать света, а наоборот поссориться. Понятно, что от их Торы света не будет. Но человек, который учит Тора для того, чтобы познать мудрости Вышнего, этот человек, ему можно увидеть, определить, кто он, потому как он учится. Этот человек советуется с каждым человеком, задаёт вопросы. И вот такой человек, в результате, он и есть тот, который даст вот этот свет Торы, который будет работать с Симхой, о которой я так долго и нудно рассказываю. Вот. Я думаю, что на этом месте мы остановимся. Спасибо за внимание. И встречаемся через неделю Байзра до Шемидбарах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!